Всем привет! Сейчас хотел начинать снимать еще в поле, но помимо того, что там солнце и мне в глаза светит, так там еще и ветер, который мне мешает моему звуку. Ролик вы давно ждали, я его хотел снять уже тоже очень давно, но каждый раз, когда я пытался, как я пытался, я думаю, надо снять ролик и понимаешь, что мне впадло. И, короче, все это время у меня был просто впадло ролик снять, да. Вот. Короче, за месяц... Что я понял за месяц житья в Польше? Сделал вот такую тут забивочку, типа я умею монтировать, да. Вот. Итак, когда я сюда ехал, мне казалось, что вот я там буду рубить деньги, там буду делать то, буду делать то. В плане того, что у меня развяжутся руки, что в России все плохо и зарплата маленькая, а здесь в Польше все зашибись. И как бы мечты оказались довольно влажными, очки мои оказались довольно розовыми. По факту я сейчас расскажу, в чем я был неправ здесь, когда приехал сюда, и, как минимум, мои ожидания были чуть-чуть завышены, мягко говоря. Ну, давайте пока начну как бы с положительных сторон того, что действительно здесь хорошо, действительно у меня зарплата больше, чем могла быть в России, учитывая, что я не квалифицированный, не образованный и вообще даун. Вот, то есть, с первого полного месяца я успел рассчитаться с человеком, ну, с людьми из компании, которая меня сюда отправила. Вот, я телефон новый купил, ну, я как бы на него снимаю, но я не могу вам показать, это Samsung Galaxy A51, если что. Вот, я купил новый телефон, в местном аналоге DNS, кстати. Ну, я так понимаю, он в любой стране есть, да, не свой местный DNS. Вот, значит, и мне еще как бы на покушать осталось. Я еще там взял с себя четыре пары носков. Дорого, богато, здорово, хорошо живем. Так, рука устала, что-то держать. Вот, это как бы за первый месяц только. До этого мы за неполный месяц, это сколько было, с 22-го числа и до конца марта проработали, нам выдали, короче, 19 тысяч рублей, по-моему, на рублях, если так вот считать. Вот. Продукты, в принципе, здесь говорят, дешевые довольно-таки, можно хорошо жить на 300 злот. Думаю, PCS нет. 300 злот, это всегда, короче, злот, и вы просто умножаете на 20, только я буду иногда говорить, и буду иногда, возможно, забывать переводить в рубли. 300 на 20, соответственно, около 6 тысяч рублей, говорят, что можно на человека жить, ну, тратя только на еду. Вот. Плюс ко всему, аренда здесь комнаты, в которой еще опять человек, по идее, должно быть, ну, сейчас никого нету, 8 тысяч рублей, ну, 400 злот, вот. Итого, по минималке, как бы, из расходов должно уходить 14 тысяч рублей, да, вот так вот. Примерно, примерно вот так вот где-то рассчитывайте, ну, что я сейчас буду зарплату называть в каком-то моменте, и чтобы вы понимали, сколько у меня свободных должно оставаться номинально. Вот, давайте подробнее остановимся на, давайте сначала на жилье. Живу я, я, я надеюсь, я прикреплю фотки сюда вот куда-нибудь, может быть, просто на весь экран влеплю одну, вторую, третью, там, может, что-то будет. Я очень постараюсь, я не умею монтировать. Вот. То есть, живем мы за городом, и очень много таких нюансов есть, которые мне, как городскому жителю, были сначала очень сильно непонятны, но в итоге мне пришлось просто смириться. Это что вода здесь супер грязная, не настолько, как вам возможно представилось, ни нефть, ни персиковый сок у нас из крана не текут. Она бывает местами иногда мутная, а из одного крана бывает, короче, нужно, ну, типа, секунду-две подержать просто открытым кран, потому что из него, ну, типа, черви выходят, да. Это не очень приятное зрелище, но самое неприятное, что они изначально незаметны. Ты так делаешь, небольшой такой пск краном, и потом, если не посмотришь на раковину, на эту чашу раковины, то ты как бы и не узнаешь, что там черви есть вообще. Но я в какой-то момент взгляд опустил, это когда я зубы чистил, и как бы, ну, решил рот умыть после того, после зубной пасты. Я посмотрел, и мне зубы там больше чистить вообще не захотелось. Я в эту комнату теперь захожу только потому, что там стиралка стоит, на которой, кстати, все на немецком написано. И, походу, ее из Германии притащили. Ну, это совсем другая история, ладно. Вот. Значит, батареи отключили, но здесь, в Польше, часто идут дожди. И из-за того, что идут дожди, часто холодно бывает. Как бы батареи отключены, живем мы на первом этаже, и все это складывается в такую холодную-холодную картину. Но, как бы, весь день под одеялом лежать не очень интересно. Вот. Ну, я, конечно, может, сейчас преувеличиваю, конечно. Вот. Но у нас к тому, что почему холодно. Первый этаж, опять же, окно пластиковое. И у нас еще такое, как... Я, надеюсь, не ошибусь, я не уверен, что такое веранда, да. Но вот у нас такой вот в полный рост и чуть выше есть такой выход, как бы стеклянный, да. Он открывается. В общем, стеклянная дверь с выходом на что-то вроде веранды. Такой вот балкон у нас на первом этаже. Это же веранда называется, да. Я буду надеяться, что да. Так, я куда-то забрел. Ни входов, ни выходов. Ладно, поехали дальше. Поскольку, как бы, я снимаю только комнату, то у нас, соответственно, это как общежитие считается. И утром, утром я здесь мылся всего один раз, и на меня сагрился весь дом. Потому что я... Потому что Илья здесь так не принято. Потому что... Ну, я... Это было как... Я, получается, иду в душ. Это все быстро, свои дела все вот эти делаю. Помыться там, помыться сям. Выхожу, и, значит, огромная очередь скопилась из недружелюбно настроенных людей. После этого утром я зарекся мыться, и я как бы моюсь раз в день после вот тренировки. Вот сейчас я приду домой, типа, и буду мыться. И все. Вот. В туалет, соответственно, сходить тоже проблема. Потому что, если кто-то моется, ты в туалет не можешь сходить. Если кто-то в туалете сидит, ты помыться не можешь сходить. И после работы особенно создаются очереди, там, человек в пять, в шесть. И все стоят... Ну, не стоят, но все ждут какого-то одного идиота, который вот очень долго вот все свои вот эти дела делает. Следующее, о чем поговорить хочу, вот это вот, то, что я уже обозначил. Это продукты и цены на них. По-моему, я об этом говорил. Я сейчас что-то не могу посмотреть. Поэтому вот будем говорить об этом. Давайте так. Как бы на шесть тысяч можно реально прожить. И как бы действительно постоянно какие-то скидки есть. И если еще в город там ездить, то, я уже говорил, я в селе живу пять тысяч населения, то в большом... в городке, в этом, в другом, будет еще и там магазин Бедронка. Там еще и больше скидки, еще и интереснее можно закупаться. Черт. А здесь, ну, они как бы есть, номинальные скидки. Они как бы не очень иногда бывают. Но бывают и отличные. В плане... В какой-то момент... Ну, вот на католическую Пасху, я прям как сейчас помню. Месяц уже прошел, по-моему. Была... Была скидка на апельсины. И они стоили на пересчете на рубли 40 рублей. Ну, две злотые, получается, за килограмм. Что-то так сложно говорить всегда. Как будто что-то сдавливает и хочется выдыхать постоянно. Я, наверное, не очень хороший оратор. Ладно. Еще часто на мясо здесь бывает скидка. В плане, там, оно стоит... Ну, там, рублей на 100 обычно. На рублей на 100-120 дешевле за килограмм оно идет. Вот такие скидки бывают. Ну, 5-6 злотых. Вот. И ты приходишь и покупаешь дешевую... Ну, чаще всего это свинина. Покупаешь дешевую свинину. 10-12 злотых за килограмм по скидке. Я думаю, нормальная цена. И набираешь, короче, сразу на неделю. И... Ну, и ешь. Но! Теперь подходим с обратной стороны к вопросу продуктов. И здесь очень много таких нюансов есть. Гречка стоит 140 рублей за килограмм здесь. Польша – это плоская тарелка. Это страна полей. Здесь гор буквально раз-два я обчелся. Каких-либо других местностей. Вот, типа, лес. Вот это лес просто уникальный, по-моему. Здесь лесов очень немного. По крайней мере, в ближайшие... В районе 10 километров, да, давайте так. Ну, я не видел. Ну, я еще на карту географическую не заградывал. Может, мои суждения не очень верные. Ну, ладно, окей. Но мне все равно непонятно, почему Польша – страна полей. Поняли, да? Я могу еще сильнее выделить, если нужно будет. В стране полей дорогая гречка. Почему так? В стране полей дорогой рис. Почему так? Так, рис 100 рублей за килограмм стоит. Вот. Кстати, 140 и 100. Не очень, если честно. И, ну, за качество не золото. Не золото покупаете за эти деньги. Вот. Яйца тоже стоят, как в России, еще и местами дороже. Там 80 – это дешевая цена. Это 80 рублей за десяток. Это если вы берете сразу три десятка. Там вот эту вот, значит, коробку с ячейками большую, где три десятка яиц. И там в сумме выходит, там, восемь… Подождите, сколько я сказал? 80 рублей – это сколько злотых? Это четыре. Четыре, да, 12 злотых выходит за три десятка яиц. То бишь, зачем я обратно перевел? 240. 240, да, рублей? 240. Это так. Такая вот тема очень неприятная. Такие вещи хочется есть. И гречку, и рис, и яйца. По крупам другим здесь у нас в этой глуши нету вообще больше ничего. То есть, допустим, чечевицу. Здесь был парень один. Он говорит, последнюю забирал пару раз. Даже не пару раз. Я один раз всего от него эту историю слышал, что вот я, мол, забрал последний пакет чечевицы. И там что-то оно тоже… Ну, на чечевицу нормальная цена была. В принципе, там, 4 рублей 80, по-моему, килограмм он взял. И он ее всю неделю ел. Я тоже хочу чечевицу, но я не могу ее взять, потому что ее здесь нет. Может, я просто не понимаю Европу. Здесь как бы нужно, может быть, заказывать, там, допустим, из других городов, чтобы тебе продукты привозили. Но я пока, даже спустя 2 месяца, я все еще как бы на болоте. Потому что ни языка, не знаю, ни местных обычаев каких-то, ни местных вот этих сайтов. Пользуясь ли ими вообще? Я не знаю. Мне это неизвестно пока. Так что вот, как бы, такие вот две мини-темы разберу. Там посмотрим еще другие какие-то темы, разберем в следующих роликах. Я очень постараюсь, но не могу. В этот раз ничего не буду обещать, что там будет по следующим роликам. Как я буду снимать свою веселую жизнь в Польше. Вот. Телефон я не сказал. Телефон я купил по скидке. И я с витрины его забрал. Поэтому, собственно, скидка и была. Я взял его как бы тот, который, я надеюсь, не трогали. Не трогали человеческая рука. Вот. Поэтому, поэтому здесь тоже такой вот минус есть. И с работодателем я рассчитался только потому, что я ему до этого уже половину суммы забашлял, когда еще в России был. Вот так вот. Что я могу сказать? Если какой-то у вас такой же опыт будет в жизни, то скорее всего вы просчитаете все неправильно. Вот. Такая вот мудрость. Такая вот мудрость на сегодня будет. Вот. С вами был я. Подписывайтесь на канал. Что там еще принято говорить? Я бы хотел просто, чтобы как можно больше людей посмотрело. Посмотрели? Зашибись. Мне хорошо. Все. Счастливо. Спасибо.